Ах, с полным ядром. Хорошая примета. Всем здравствуйте. Сегодня у нас 7 марта 2023 года. Одесса, вторник. Что я вам хочу сказать? В Одессе сегодня плюс 10. Но был сильный ветер. Вот сейчас утихло и появилось солнышко. А вон флаг. У меня сейчас есть такой флаг. А, вылыбается. Сейчас мы повернем, так оно и будет ветер. Порывали, да. Вот меня спрашивали. Вот зеленый, это дом Руссова. Посмотрите, его отремонтировали. От фасада. Крыша. Внутри. А дом сейчас пустой. Раньше он был жилой. Сейчас он не будет жилой. Мы поворачиваем на Дерибасовскую. Здесь такой интересный знак. Хотела показать этот знак сейчас. Лошадь на тележке. И машина. Это запрещается и на машине ездить. И на лошади. Все понятно. Так, ну хорошо. Что у нас в Одессе? Утро у нас была воздушная тревога. Недолго. Также 6-7 числа праздник Пурим празднуется. Во время этого праздника людям помогают продуктами, деньгами. В синагогах делают праздники для детей, концерты. Не только в синагогах, а в разных еврейских центрах, обществах. Ну и вообще, как только здесь, в Украине началась война, все синагоги, все общества еврейские всегда помогали. И разным национальностям, независимо от национальности, помогали разным людям. Да, это и одесситам, и беженцам, и переселенцам. И тем, которым надо было уехать, или что-то найти, или кого-то найти. На эвакуацию автобуса давали. Да, эвакуировали, помогали. Да, и до сих пор это есть, до сих пор помогают. Поэтому мне хотелось сказать, что это такой праздник. Это, можно сказать, такой добрый, хороший праздник. Также завтра, 8 марта, тоже у нас будет праздник, Международный женский день. Официально выходного не будет, потому что в военное время, любой праздник, все выходные отменены. Но на предприятиях хозяева, директора могут делать праздники, могут делать выходные, по своему усмотрению, кто как хочет. Также прошло голосование, отменять праздник 8 марта или не отменять. И 67% против отмены этого праздника. Вот такая информация. Это очень хорошая информация. Что еще за Одессу? В Одессе сейчас участилось очень много пожаров. Буквально за 3-4 дня. В один день что-то было 3 пожара на выходных. Что-то такое нехорошая какая-то тенденция. И также в городе, ну вы знаете, что у нас, я говорила, собирались переименовать Суворовский и Малиновский районы. И возник спор, потому что таки Суворовский район решили назвать Николаевским. Ну и людям это не понравилось. Людям больше нравится Пересипский район. И как объясняют власти, что картографически Николаевский ближе, больше подходит, потому что ближе к поселку Котовскому. Но я хочу заметить, что Суворовский район, это не только поселок Котовский, это и Пересипе, и Слободка. Все время забывают говорить за Слободку. А исторически район Пересипе и Слободка был Пересипский-Слободской район. Поселка Котовского тогда еще и не было, и в Помине. Ну, поэтому я не знаю, как лучше называть, исторически или географически. А географически-то что? Карта географически. Из-за того, что Николаев там? Николаевская дорога и ближе к Николаеву. Ну, это так как бы объяснение такое было. Так хотели сказать. Ну, вернее, не хотели сказать, а так говорят. Ну, вот возник спор. Чем это все закончится? Я не знаю, но прислушаются или не прислушаются. Мы не знаем. Будем посмотреть. Ну, вот, видите, вышло солнышко, работает кафе, играет музыка. Просто играет. Хричит. Восточная музыка. Так забивает, что итальянскую не слышно. Да, мы проходим слева. Итальянский ресторанчик. Там тоже играет музыка, но ее не слышно уже. Ехали сегодня на трамвае. Ну, вроде бы как меньше опять трамваев, чем обычно. А, кстати, свет нам не отключали, но вот вчера приходил к нам мастер по ремонту холодильника. У нас полетел холодильник, что вы знаете. И он сказал, что вчера в каких-то районах, оказывается, выключали свет. И он удивился, что у нас не выключали. У нас полетел холодильник, и он говорит, что у очень многих людей поломались холодильники вот за этих... охлаждения, хотя у нас стоит защита. В общем, непонятно. Непонятно, да. И это очень недешево стоит. Смотри, на балконе букет цветов спрятан, наверное, для подарка. Я не знаю, увидите ли вы. Видишь, утро возле кондиционера. Ждет завтра. Ждет завтра, да-да-да. И ремонт, потому что надо менять там запчасть одну серьезную. Очень недешевый. Вот такое вот у нас. Ну, это... Сосед напротив рассказывал, что они поехали там к родственнику в центре города. И у них ноль. Что ноль? У них ноль сгорело. В доме. А-а-а. И две фазы получилось пошли. Вместо ноля и фазы. Две фазы пошли. Ой-ой-ой. Вы представляете? Да, это, конечно, это ужасно. Потому что покупать новое, это очень дорого. И не всегда есть сейчас хорошее покупать новое. Потому что поставки не те, да, как мне кажется? Конечно, конечно. Очень многое. Ну, и цены, конечно, очень. Если говорят, что репчатый лук будет стоить 200 гривен... Ну, я не знаю. Ну, конечно, это что-то в этом есть неправильно. Но так намекают. А, нет. Ну, я так к тебе прошла. Через неделю уже пойдет молодой лук и все. Ну, так при чем тот молодой лук? Я же говорю, что репчатый. А там, где молодой, через две недели будет и репчатый. Нет. Репчатый не будет так быстро. Что ты такое рассказываешь? Репчатый только в следующую уже... Не в следующую, в этом году осенью. Ну, как это? Темпа здесь я. Мы все время проходим там. Посмотрим. Смотри, там на балкончиках столики стоят. Это вестеринка. Хорошо, да. Завтрак на балконе или обед, или ужин под птичьей пене. Ой, часы с утра. Я не видела этих часов. Правильно время показывают? Да. Правильно показывают? Нет. Не правильно? Нет. Ясно. Хотя правильно, правильно. Правильно, да? Да. Я просто... проверил. 12 часов, 4 минуты. Вот видите, в этой части Дерибасовской машины ездят. А там, где мы прошли, тот квартал Дерибасовской, там машина не ездит, там запрещено. А здесь едут и стоят. Очень много. Кстати, доллар опять падает, упал сегодня. Вчера буквально был сколько? 38,70. А сегодня уже 38,50. Да. Мы сейчас увидели случайно, я говорю, странно, буквально вчера смотрели и читали, чуть ли не 39 писали, а сейчас 38,50. Ну, вот такое все. Что ты еще хочешь нам сказать? Я нет. Нет? Нет? Чего? Везде музыка играет. Нету информации, да? Пожалуйста, хотелось бы. Пройтись еще можно и так, без информации. давай, пройдемся. В чем здесь пойдем, потому что я вечно вот там по будкам. Как раз очень красиво. Ну, там красиво, но я покажу немножко по-другому. Более широкий обзор сделаю. Без будки. дом какой. Что-то здесь аптека или что-то? А тут, как его? Ну, кто это нарисован? Скелет, скелет. Вот фотография чья. Не знаю. Ресторация. Не ресторан, ресторан. Да, да. Ну, когда я покажу? Ресторация. Вот тонна, да? Да. Интересно. Не ресторан, а ресторация. Да. Раньше так говорили. Да, да, да. Молодцы. Оригинально, да. Может быть, даже больше. Это тут что, типа бассейн или фонтанчик? А, пруд? Да. Плющ и кот. Жирный, жирный, чёрный кот. Ихний. Собственный. Да. Приятно прогуливаться, когда хорошая погода, когда тихо, спокойно. Машин, конечно, здесь немерено. А что это такое? Сегодня на обеда борщ, котлеты, гречка 130 гривен. Ух ты, это что, такое кафе маленькое? Да. А что, я его никогда не видела? Интересно. Селхимия. Режим работы здесь. Это люди с работы, когда обедают. Вот могу зайти. Получается, это обед 130 гривен, да? Ну, это недорого получается. Ну, кому как, у каждого свои деньги. Нет, но есть столько супчик 130 гривен, а тут целый обед. Да. Да, ну, хорошо. Да, тогда мы будем заканчивать, да, Игорь Сергеевич? Будьте нам здоровы, берегите себя. И пусть у всех наступит завтра. Я всё-таки вон те фонари хочу снять. Что хочешь снять? Вон дом, видишь, какой маленький и весь в таких красивых фонарях. Вон, видишь? Что, он сюда хотел заехать? Нет. Он думал, что мы... Нет, он не думал. Сейчас же так не останавливают такси. Сейчас такси только вызывают. Ну, я на адрес тысяч. А-а-а. Ну, это да. Вот, службово. А где тогда?